Нам пополнить оружие? Я не помню. Боезапас. Это мы тоже продадим аптечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Снайперская винтовка Тоже не получится Купим лук Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так можно на тачке? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поехали на нем Сюда надо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, что это там у нас? Там у нас сейчас засада будет. Всегда я бы просто привёл тебя к близнецам, но сейчас мы с ними не на одной волне, так сказать. Я им сказал, что они косячат. Ну, и они и психанули. Знаешь, как это... Ну, это неважно. Куда важнее, что близнецы теперь скачут вокруг этого Фрэнка, будто он их лучший друг. Даже сделали его надзирателем в тюрьме. Ну, ты прикинь. Знают ведь, что мы с ним не ладим. Он же конченый мудак. Думаю, я нравлюсь Лу, и она хочет, чтобы я ревновал. Ну, иначе... Зачем им вообще общаться с этим говнюком? Короче, первая часть плана. Тебе нужно убить Фрэнка. И вот как мы поступим. Он ведь надзиратель в тюрьме, да? Так вот, я отведу тебя туда, типа я взял тебя в плен, а ты разыщешь там Фрэнка и грохнешь его. Убьёшь мудилу. Подробности расскажу по дороге. Доверься мне, дело верное. Спрячь тут своё добро. Пленникам пушки не положены. Затем полезай в грузовик, я тебя отвезу. О, грёбаный Фрэнк. Ха, оранжевый тебе идёт. Ладно, запрыгивай. Поехали. Ты, наверное, хочешь знать, как смерть Фрэнка приблизит тебя к Близнецам, да? Скоро будут гонки на выживание. Победителя приглашают на понтовую вечеринку, на которой собираются главари рейдеров. Победив гонки, и получишь доступ прямиком в личное пространство Близнецов. Штока в том, что участники гонки уже подобраны. Придётся освободить для тебя место. И представь себе, Фрэнк один из участников. Да-да, видишь, мой план гениален. Убьёшь Фрэнка, и бах! Внезапно на гонке освободилось место. И так вышло, что я знаю одного парня, который знает детку, который... Ну, вообще, я не могу тебе занять место. Но сперва избавься от Фрэнка. Ах, подозреваю, без оружия тебе придётся импровизировать, чтобы убить этого урода. Но я в тебя верю, ты справишься. Мне надо испыт... навык прокачать, тогда. И в рукопашном бою. Точно! Засранец! Ты прикинь, засранец на своём мусоровозе! Надеюсь, ты привёз что-нибудь ценное, засранец. Ценное, как наше время. Чё тебе надо, засранец? О, я тоже рад тебя видеть. У меня тут пленник, что скажешь? Ах, головой за него отвечаешь, понял? Веди сюда. Береги себя, Шныра. Не подохни. Угу, спасибо. Береги себя. Сюда, мясо. Топай, давай. Ну ты и чмо. Тупее рожи в жизни не видела. Теперь ты, Вафелька. Добро пожаловать, Вафелька. Стой работать. Запомните, вы здесь навсегда. Или пока не сдохнете. Хотя, для вас-то разница никакой. Так что забейте. Кто-то должен делать пули. Вы отличные кандидаты. И молитесь, чтобы эти пули не уделали вас. Эй, Вафелька, это по-твоему работать? Давай, заделай. Лун, если ты отрежешь им языки, мы ничего не узнаем. Ничего, они не последние. Не слушаешь. Эти уроды что-то дали кроличку, и я хочу знать, что... Я тоже. Но чтобы получить ответы, нужно задавать вопросы. Да и я этим займусь. Я знаю, что делать. Не хочу мешать. Мы заняты. Знаю, да, но... Тут пришел кое-кто важный. Насколько важный? Вам стоит это услышать. Вот видишь? Все под контролем. Я этим займусь. О, сигнал-ка. Так, на сегодня хватит. Все марш во двор. И все без глупостей. Тебя тоже касается, Вафелька. Придумать, как убить Фрэнка? Интересно. Мы никогда не стали бы такими крутыми, если бы не заставляли работать пленчиком. Может, притвориться мертвой? Тогда они вышвырнут меня наружу, и я сбегу. Боже, как все болит. Главное, чтобы они не поняли, что мне это все не по силам. Так, как убить Фрэнка? Так, как убить Фрэнка? Хуже всего, что избегать-то не хочется. Здесь даже кормят раз в день. А на свободе у меня и нет ничего. У меня есть план, как отсюда сбежать. И я знаю, у кого можно спереть ключ. У меня отобрали заточку. Унесли ее в зону только для своих. Я бы ее вернул, да мне смелости не хватает. Я не знаю, что я займ-то. Я не могу сыграть. Всё. Срыв. Девушки. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, а мне надо что-то куда-то Подзаработать, вылазку сделать какую-нибудь Куда-нибудь, только я не знаю куда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слышу, слышу. Уже иду. Шныра, всё готово к гонке. Приходи к старой заправке. Я тебя жду. Желтые говнюки, вон там. Продолжение следует. Я готова. Поехали, поехали. Я пока не смогу освободить. Займите их пока. Подкрепление на подходе. Хорошо, что дохнет всегда кто-нибудь другой. Прихни, хренаться. А мы раньше не встречались. Твоё лицо мне чертовски знакомо. Как будто это всё уже было, как будто мы застряли в каком-то бесконечном цикле, из которого никому из нас не выбраться. Хм. Короче, я Кёрк, и я ужасно рад, что ты здесь. Мне нужен водила. Мастер бесконтрольного насилия вроде меня в молодости. Наверняка тебе доводилось слышать легенды обо мне, о моих преступных подвигах на полях боя и в будуарах. В общем, это всё правда. В том числе история о том, как я освободил одну страну при помощи толпы обезьян, которых научил обращаться с оружием. Но я отказался от славы и богатства, и зажил обычной жизнью. Мы с кузеном открыли бизнес по производству бухла. Потом я нашёл женщину своей мечты, и у нас родился ребёнок. Это было хорошее время, мирное время, но... Но рейдеры... Рейдеры пришли и забрали у меня всё. Мой бизнес. Мою тачку. Мою женщину. Они пытались забрать моего ребёнка. Теперь это личное. Я им такого Джона Уика устрою. Я заберу у этих уродов всё, мать их, и начну со своей тачки. Короче, ты будешь моим водилой. Бесстрашным напарником, готовым рисковать жизнью и здоровьем, пока я взрываю херам всех, кто встанет у нас на пути, как капитан Мегадрочер МС. Хрен знает, кто это меня занесло. Но, блин, судя по имени, он всех нагибает. Так что я буду нагибать. Да, я в режиме нагибатора. Встанешь на путь мщения вместе со мной? Если согласишься, мы с царём обезьян вознаградим тебя так щедро, что тебе и во сне не снилось. Бухло. Видеокассеты с порнухой. Крутые пушки. Береги себя, малыш. Спасибо тебе огромное, амиго. Обещаю, тебе понравится моя тачка. Она летает как пуля, будто только что из форсажа. Чисто стояк на колёсах. На полном серьёзе. Самая шустрая тачка на Западе. Её даже рейдеры не смогут догнать. Прикинь, звонит мне как-то раз Дэвид Хассельхофф и говорит. Йоу, чувак, между нами. Ты и тот ещё мудак. Давай я куплю твою машину. Я отправил его нахер. Поэтому-то они её и украли. Завидуют тому, какая она быстрая, и тому, как я сексуально выгляжу за рулём. Жалкие людишки. Ну, им же хуже. Я установил в тачке ловушку. Они никогда не будут такими же секси, как я. Потому что я излучаю уверенность. А это самое главное. Поэтому её садают. Пригнали обезвредить ловушку, но... Я добрался до них первым. Погодь, 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 погодь! Дай сначала обезврежу ловушку. Не, не, ну. О, вот так. Стоп, стоп. А эта херня зачем? Неважно, неважно, разберусь. Всё норм, справлюсь. Сейчас рванём так, что волосы слабка будут чекотать тебе жопу. Твою мать! Это... Это ловушка. Чё-то я её, похоже, не обезвредил. Ну ладно, ничего страшного. Если не тормозить дольше, чем на пару секунд, прорвёмся. Снеси преграду при помощи пушек. Или гони насквозь. Рейдеры, похоже, кто-то вызвал подкрепление. Рейдеры, похоже, кто-то вызвал. Чёрт, они шуриются точками, как словно обезьяны. Обезьяны реально так делают. Не только в игре. Бросаются точками, как разлятся. Обычный в итальянце. Давай опять к туннелю. На той стороне будет безопасности. И ещё, рейдеры, пруд сюда. На что тебе пушки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осторожно, не свались с пандуса. Помедленный. Прости. Осторожно, грузовик! Куда везти-то херпи? Сюда. Это было чисто по-гангстерски. Давай же, тапку в пол. Эта киска должна урчать. Жми нога. Ты знаешь, что извини. Мне начинает казаться, что я достал тебя со своей тачкой. Ты мне говорит, за мной водится такой грешок. Иногда я слишком много болтаю. Ты обещал тебе безбашенные гонки, а тут вот такое. Зуб даю. Если её починить, она гоняет как бешеная. Но я что-то закрутился. Ребёнок туда-сюда. Крутая пушка, правда? Ладно, мы тебя ждём. Унижу, смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, он едет, мой тачка. Знаешь что, жопу эту тачку и все связанные с ней воспоминания. Еле ползёт. Просто выпрыгнем нахер, отбежим и посмотрим, как она взорвётся. Ну вот, ты себе говна кусок. Вдремнула, и теперь готова к вздремлению. И чё? Тихо. Херстин, поговорить с Херком, да? Он сейчас поговорит, он что-то не хочет со мной разговаривать. Пойдет с нами еще раз миссию проходить. Ух ты! Вот блин! Я знаю, что мы ехали со скоростью всего 5 миль в час, но у меня сердце сейчас как будто из груди выскочит, и член встал! Это было круто! Все было так, взрывы, стрельба, сраный бизон! А еще кто-то загорелся! А если бы мы остановились, погибли бы! Все было как в скорости, только в замедленной съемке! Вот блин, чел! Знаешь, я хотел отдать эту тачку тебе в качестве награды, но не боись, соберу тебе другую, и она будет пошустрее, ладно? Обещаю! Знаешь, я думаю... Думаю, мы отличная команда! По глазам вижу, ты вроде как тоже это чувствуешь, так что если хочешь, мы можем продолжить наш путь мщения, проломим еще пару-тройку голов и все дела. Ты это, не тушуйся, вызывай, я обычно свободен. Этот ребенок принадлежит нам! Мы найдем тебя, куда бы ты ни отправился, лох! И тебя ждет наказание пожуще, чем то, которому подверглась эта предательница, мамашка! Поверь мне! Так... Мне надо оружие сначала купить, наверное хватит! Верну сейчас процветание, там пособираемся! Пока-пока! Редактор субтитров! Поверь мне! Просто проломится! Поверь мне! Верну, почему это всё? Верну рост со мной... Поверь мне! Поверь! Верну, почему это ты? Поверь мне! О ней! Поверьте! Субтитры сделал DimaTorzok Мы теперь дружим с Эдемом! Я знала, что проведу остаток жизни в глуши! Субтитры сделал DimaTorzok Я что-то слышу! Субтитры сделал DimaTorzok